Дорожники в числе других городских автомагистралей ремонтируют четырёхполосную на караульной. Эта улица входит в первое транспортное кольцо Красноярска, которую дополнит 4-й мост, 2-я Брянская и путепровод от северного шоссе до Вятаров. 3,5 километра дороги планировали отремонтировать к 2020 году. Однако на закономленные на торгах средства специалисты смогли уже сейчас приступить к реконструкции. Постоянные пробки показывают, что улица востребована красноярскими автомобилистами. После ввода в эксплуатацию развязки на 2-й Брянской поток транспорта на караульной увеличился практически на треть. Реконструкция этой улицы была необходима, потому что, сами видите, что было до этого, что происходит сейчас. Улица улучшается. В том году не было ни бордюр, была сплошная грязь. Глава Красноярска Тхамак Булатов лично проинспектировал, как продвигается ремонт на караульной. Дорогу, которая позволит разгрузить центр города, рабочие расширят, а вместо ям и выбоин появится свежий асфальт. Улица станет и более освещенной. Здесь планируют установить 96 опор. Мы сейчас ведем расширение дороги в обе стороны по метру. Установка бортов, это уже порядка полутора километров где-то у нас выставлено. Значит, устройство основания на расширениях асфальтное, примыкание полностью дело, заезды. По центру дороги будет разделительное барьерное ограждение, типа джерси, но высотой всего 50 сантиметров. Этого сейчас по новым ГОСТам достаточно. Значит, полностью стопроцентное асфальтное покрытие новое. Выставлено пешеходное ограждение. Улица караульная станет более безопасной для пешеходов. Справа по направлению к северному шоссе построят тротуар. На трассе появится больше новых светофоров и пешеходных переходов, где бордюры будут занижены под ноль для удобства инвалидов. Осенью планируют запустить и новый автобусный маршрут. К этому моменту на караульной построят 9 остановок. И сами предложения по поводу того, какими должны быть автобусные маршруты, как они должны быть видоизменены, мы попытаемся это сделать вместе с красноярцами, которые живут в Покровске. Таким образом, мы, если хотите, создадим комитет общественного контроля со стороны жителей за тем, как будут проводиться работы на улице Гараульной. Подразумеваю, что это главным образом будут предложения, направленные на то, где разместить остановку общественного транспорта и как проложить тропинки, которые будут удобны красноярцам. Предложения жителей Покровки будут принимать в администрации центрального района в течение недели. Один из возможных маршрутов общественного транспорта – из Северного через улицы Караульная и Майерчака в сторону ЖД вокзала. Лично меня общественный транспорт мало интересует, но многих жителей, я думаю, этот вопрос очень остро касается. Это первое. Второе – по пешеходной доступности, чтобы здесь будут остановочные пункты, как пройти к домам. Дорога на Караульной преобразится к осени. Работы по ее реконструкции должны завершиться к концу сентября. Поля Шарипова, Денис Тимошенко, Новости.